Здравствуйте, друзья! Человек, у которого диагностировано онкологическое заболевание, всегда волнует, как теперь изменится его жизнь, его привычный образ жизни. Людям запрещают буквально все. Сладкое нельзя, летать на самолетах нельзя, бани, сауны, все под запретом. Массаж, косметология, поднятие любых тяжестей, прием витаминов, купаться в море, отдыхать, все это под запретом. После лечения, после операции, например, курса химиотерапии, лучевой терапии, все рекомендации пациент, конечно, получает от своего лечащего врача, врача-онколога. Но, к сожалению, врачи тоже склонны иногда опираться на какие-то устаревшие рекомендации, запрещать буквально все подряд, любую физкультуру, любой спорт, даже отдых на природе, прием витаминов, БАДов, многих продуктов, мол, это все только, знаете, подкармливает опухоль и может стать причиной рецидива, возврата болезни. Так ли это на самом деле? Существует ли какое-нибудь достоверное исследование, которое оправдывает такие ограничения? Давайте разбираться. Забегая вперед, сразу скажу, конечно, нет. В целом и во время лечения, после наступления ремиссии, стоит продолжать, если это возможно, вести привычную жизнь, заниматься любимыми делами, принимать привычную пищу, которая нравилась раньше и нравится. Но важно соблюдать некоторые рекомендации, потому что от этого может зависеть успех в борьбе с заболеванием. Какие же продукты питания могут быть противопоказаны при онкологических заболеваниях? Начнем с того, что принципы здорового питания, они едины и универсальны, как для взрослых, здоровых людей, так и для онкологических пациентов, то есть тех уже, у кого диагностировано заболевание, о продуктах питания, способствующих развитию рака, и в целом ухудшающих состояние здоровья, о канцерогенах я рассказывал в отдельном видео, которое так и называлось «Топ-10 продуктов, вызывающих рак». Опасная еда и продукты. Кто еще не видел то видео, оставлю ссылочку в подсказках. Например, там в этом списке есть сахар и сладости. В первую очередь, конечно, кондитерские изделия, сладкая газировка, но это не означает, что там, например, одна какая-то конфетка или один условный бургер сразу же ухудшит состояние онкологического пациента. Вопрос в количестве. Речь о регулярном употреблении вот этой вредной еды. То же самое касается и алкоголя. Вопрос только в количестве. Наверное, нехорошо, если вы станете выпивать каждый день по бутылке по две пива. Но и с ума сходить тоже не стоит. Там один небольшой бокал вина или на Новый год вы выпили или на день рождения. Изредка один-два раза в год это вполне может себе позволить даже пациент, страдающий онкологическим заболеванием. Скажем, прошедший курс лечения. Да, алкоголь – это яд. Это, безусловно, яд. Это ужасный канцероген. И, конечно, стоит помнить, что многие химиопрепараты выводятся из организма, а в первую очередь печенью. Она же, печень, утилизирует в том числе и этанол. Таким образом, при употреблении спиртного орган испытывает двойную нагрузку. Некоторые противоопухолевые препараты поражают слизистые оболочки ротовой полости и другие, прямой кишки. Поэтому, если все-таки человек, страдающий онкологическим заболеванием, хочет иногда по праздникам принимать небольшую дозу алкоголя, предварительно стоит все-таки посоветоваться с вашим лечащим врачом. Если разрешит, то можно. Вот что стоит исключить людям, проходящих химиотерапию. Так это, например, такие специфические какие-то фрукты, например, цитрусовые, которые могут вступать во взаимодействие с препаратами и с химиопрепаратами и изменять их действия или инактивировать их, изменять какие-то ферменты. В остальном же каких-то таких жестких, вот на ум не приходит ограничений, универсальных запретов в питании, их как бы просто не существует. Важно количество, какую часть рациона составляют те или иные вредные, там условно вредные продукты. Все вредное, конечно, надо ограничивать, как, собственно, и здоровому человеку, но иногда можно себя побаловать. Хорошее настроение, оптимизм, радость жизни – это одна из составных частей хорошего самочувствия человека. Часто химиопрепараты и без того они вызывают снижение аппетита. Вы знаете, что больные худеют, тошнота, запоры, потеря аппетита приводят к изменению чувства вкуса, поражению слизистых оболочий, скажем, ротовой полости, на языке ощущается какой-то металлический привкус там или другие. В таких случаях нужна специальная коррекция диеты. Конечно, соответствующие рекомендации даст там лечащий врач-онколог. При назначении разных химиопрепаратов эти рекомендации, они различаются. Еще один возможный побочный эффект химиопрепаратов – это лейкопения, это снижение уровня лейкоцитов в крови. А лейкоциты, как всем известно, это важная часть иммунитета, иммунной защиты, вот эти белые клетки. Из-за этого ослабляется иммунная защита и возрастает риск развития инфекции, в том числе и пищевых отравлений, так называемых пищевых токсикоинфекций. Поэтому для пациента с лейкопенией под запретом могут быть следующие продукты питания. Какие-то копченые, особенно холодного копчения или недоваренное мясо, то есть недостаточно термически обработанное мясо. Удобно даже приобрести там специальный пищевой термометр, чтобы на всякий случай проверять готовность продуктов, что они хорошо проварились, прожарились. Сыровяленые какие-то сырокопченые колбасы, мясо лучше ограничить, как и непастеризованное молоко, какие-то несвежие продукты, суши, роллы из сырой рыбы. Собственно, они и здоровому-то человеку могут быть иногда опасны. Немытые овощи, свежие и фрукты, яйца сырые или сваренные не до конца в смятку. Продукты, приготовленные из этих сырых яиц, например, крема на тортах или домашний майонез. Вы спросите, так что же вообще кушать? Что можно? Собственно, все нельзя. Ответ все, что соответствует классическим принципам рационального питания. Организм онкологического пациента борется с опасным заболеванием, испытывает дополнительную нагрузку из-за лечения. Чтобы вовремя восстанавливать вот эти ресурсы, ему, конечно, нужно достаточное количество белков, других нутриентов, калорий. При этом пища должна быть относительно здоровой и богатой вот этими белками, жирами. Это же касается и профилактики онкологии. Пока еще здоровых людей. На канале был старый материал, где я перечислял также топ-10 продуктов. Нелишним они будут и тем, кто уже прошел лечение, и кому установлен диагноз. Сразу оговорюсь, что никаких продуктов, которые полностью излечивают рак, не существует в природе. Любой блогер, который об этом рассказывает, это, скажем так, шарлатан. Речь лишь о профилактике. Профилактике. Помните также и тот факт, что, к сожалению, ремиссия это не означает, что вы на 100% навсегда вылечитесь от рака. Раковая болезнь, онкология в таком, знаете, широком понимании, в смысле это некий такой текущий процесс, который может протекать, дремать какое-то время, никак себя не проявлять. И ремиссия это условное понятие, это онкология. И в этом главное ее коварство. Но, конечно, важно также учитывать не только принципы здорового питания, но и потребности организма, и даже личное предпочтение человека не стоит игнорировать. Пища должна быть вкусной. Человек должен и в некотором роде успеть и насладиться этой жизнью, особенно если аппетит снижен. Курсы химиотерапии сменяют друг друга. Важно почувствовать себя, знаете, психологически полноценным человеком, частью семьи, частью общества, а не каким-то там изгоем. Часто эта ошибка в попытке, скажем, дуть на воду. Родные ограждают своего близкого человека от общения с собой, совместного отдыха, походов в ресторан, например, оставляя ногу больного наедине, вот только самим собой и вот этими своими ограничениями. Его строгие рамки такие загоняют. Это, конечно, большая ошибка. Далее распространенный миф, касающийся витаминов и рака. Витамины важны для организма человека, но их не стоит слишком переоценивать. Тут не работает правило, чем больше, тем лучше. Витамины не лечат от рака, но и отказ от приема витаминов – это тоже, в общем-то, выбор, основанный не на доказательной медицине. Например, есть состояния такие, как полинейропатия, когда витамины некоторых групп, они не просто не вредят, но и даже могут помочь, обоснованные для устранения последствий агрессивного лечения препаратами. Вы встречали мнение даже некоторых врачей, мол, что витамины запрещены, это только кормит опухоль. На самом деле это всего лишь их оценочное осуждение, не более достоверных доказательств этому нет и, во всяком случае, пока представлено не было научному сообществу. А если нет, то и запрещать, в общем-то, причин вот этих приемов витаминов, если человек принимал их до болезни, не стоит, особенно в условиях нашего урбанизма, крупного промышленного города, если с другой пищей существует дефицит этих веществ, а он существует у многих. Далее, курение. У некоторых пациентов существует миф, мол, если бросать-то курить уже и не стоит, раз мне диагностировали рак, поскольку уже поздно, все случилось. На самом деле смысл всегда есть, позаботиться о своем здоровье, никогда не поздно бросить. Например, одно исследование показало, что даже больные раком легкого, которые бросили курить сразу по после того, как им был установлен этот диагноз или незадолго до этого, в среднем они живут немножко дольше. Кроме того, после отказа от сигарет, противоопухолевые препараты начинают работать эффективнее, снижать риск побочных эффектов, рецидивы, сокращается восстановительный период после лечения. Далее, посещение бань, саун и прочих каких-то таких процедур. В прошлом веке в официальной онкологии существовал строгий запрет на посещение бань, саун для пациентов, которые находятся в ремиссии после лечения онкологических заболеваний. Считалось, что любая физиотерапия и в том числе высокая температура провоцируют развитие рака, разгоняют раковые клетки, способствуют распространению злокачественных клеток в организме. В настоящее же время известно, что это далеко не так. Напротив, есть сведения, что температура выше 40 градусов нагревания повышает чувствительность некоторых опухолей к химиопрепаратам и повышает их эффективность, то есть улучшает уничтожение опухолей. Этот принцип даже используются в современных клиниках онкологии, например, во время так называемой гипертермической интроперитониальной химиотерапии, хайпек. Ну, это я к слову сказал, да, конечно же, нет никакого призыва лечить рак с помощью бани, как предлагают некоторые там народные целители. Это тоже глупость. Онкологические пациенты должны лечиться в специализированных онкологических клиниках только в соответствии с актуальными протоколами диагностики лечения. А после завершения лечения современные врачи не запрещают иногда посещать и бани, и сауны, и какие-то спа-процедуры. Если человеку это нравится, он без этого не представляет свою жизнь, то пожалуйста. Массаж также не имеет абсолютных противопоказаний, вопреки распространенному мифу. Хотя стоит тут много оговариваться, при онкологических заболеваниях противопоказан именно глубокий массаж, способный вызвать, например, какую-то диссеминацию клеток, теоретическую диссеминацию по лимфатическим коллекторам. Но не стоит посещать сомнительные массажные салоны, пользоваться услугами каких-то не сертифицированных массажистов, костоправов и прочее. При проведении массажа все-таки стоит учитывать общее ослабленное состояние организма онкологического пациента, влияние химиотерапии, лучевой терапии, а также все осложнения и сопутствующие заболевания. Массаж нельзя делать на тех частях тела, на которых проводилась лучевая терапия, особенно если на коже имеются раны и другие повреждения, например, лучевой дерматит. На конечностях с лимфедемой и лимфатическим отеком. Массаж также лучше не делать. Ну специальный лимфодренажный массаж можно и только у опытного специалиста. Таким образом и массаж, и санаторно-курортное лечение, отдых, все это при определенных условиях не имеет строгих запретов. А вот солярий, солнечный загар и ультрафиолетовое облучение это вот доказанный достоверный канцероген, фактор развития онкологии. Совершенно точно ультрафиолетовое излучение повреждает ДНК и может привести к влокачественному перерождению клеток. Это один из самых значимых факторов риска развития, например, той же меланомы или базалиомы базально-клеточного рака. Чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей нужно избегать даже здоровым людям, а уж для онкологических пациентов то и подавно. Это будет опасно, в том числе потому, что совмещение многих химиопрепаратов и ультрафиолета с ультрафиолетом и лучевой терапией с ультрафиолетом также запрещено. Повышается чувствительность кожи, могут возникнуть осложнения, дерматиты, воспаление кожи и так далее. Именно из-за чрезмерной инсоляции. Поэтому старайтесь не бывать на улице в пик солнечной активности, это где-то между 10 и 16 часами. Максимально закрывайте тело одеждой, но помните, что перегревание и обезвоживание также опасны для онкологических пациентов. Поэтому не укутайте сильно в одежду, выбирайте какие-то дышащие ткани, льняные, хлопчатобумажные, надевайте шляпу с широкими полями. Это особенно важно, например, если в результате химиотерапии у вас выпали волосы. Словом, старайтесь находиться в тени и избегать прямых солнечных лучей. Море, перелеты на самолете. Ну, тоже не лишайте себя отдыха, потенциальной пользы от поездки на море может быть гораздо выше. Она перекроет все даже мелкие негативные моменты, связанные с длительными перелетами. Единственное, если у вас при операции были удалены лимфоузлы в паховое или в подмышечной области, или имеются, выполнена лимфодиссекция, то, конечно, или та же патология вен имеется, то стоит перед полетом надевать компрессионный трикотаж на руку или на ногу. Специальные или бинтовать эластическим бютом. Это во время полета каждые 20-30 минут нужно выполнять специальную гимнастику, упражнения ступнями на ногах или на руках. Словом, соблюдать обычные меры предосторожности, которые, к слову, во время перелетов должны соблюдать абсолютно все внешне даже здоровые люди или страдающие варикозной болезнью, но не страдающие онкологией. Купаться в море, в океане также можно. Все это не возбраняется. Это позитивно влияет не только, например, на мышцы плечевого сустава у женщин после удаленной молочной железы, но и благоприятно влияет на эмоциональный, общий эмоциональный фон. О небе только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах, и еле видимый свет, свет, словно от свечи горит где-то в глубине. Что касается санаториев и других процедур, то, конечно, если вы находитесь в группе риска по лимфостазу после операции, то избегайте различных каких-то грязевых источников любых процедур, связанных с травматизацией кожи. Это может стать причиной рожестого воспаления и проникновения инфекции, ну и усугублению отека конечности. Не стоит посещать электропроцедуры, какие-то там сомнительные физиопроцедуры, которые, признаться честно, и здоровому-то человеку не всегда оправданы. Очень большая доля физиопроцедур, физиотерапии находится в так называемой серой зоне, не подтвердила свою эффективность с точки зрения доказательной медицины. Поэтому, конечно, никакого прижигания восточными сигарами кожи или какими-то иглами акупунктуры, это все псевдонауки. Но в санаториях могут вам такое предложить, не ведитесь на это. Что касается физических нагрузок, физкультуры какой-то и спорта, то здесь тоже много заблуждений. Была такая ошибочная теория, мол, при беге, при физических нагрузках организм условно разогревается, мышцы распространяют, разносят раковые клетки по всему организму. Но эта теория также ничего с реальностью, конечно, не имеет, кроме домыслов этих людей, которые это распространяют. Физкультура, ЛФК, это очень полезно. Спорт? Нет. Профессиональный спорт, как я уже многократно говорил, это вредно даже условно здоровому человеку после 30 лет. А вот умеренная физкультура, почему нет? Физическая активность, напротив, улучшает реабилитацию, самочувствие у онкологических пациентов. Друзья, помните, что самолечение при онкологических заболеваниях, оно категорически противопоказано. Рак это смертельно опасная болезнь, с ней не могут справиться какие-то простые средства, витамины, БАДы, фитопрепараты или другие методы так называемой народной альтернативной медицины. Эффективную помощь могут оказать только врачи по онкологическому профилю, в специализированных онкодиспансерах или клиниках онкологических. Благодарю вас за внимание и до новых встреч!